«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Псалом сорок четвертый. Начальнику хора. На музыкальном орудии Шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши. Восядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои. Народы падут пред тобою. Они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно и алой и косия, из чертогов слоновой кости, увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в афирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он, Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава к щере царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя вовеки и веки. Второе послание к Тимофею, святого апостола Павла. Глава вторая. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Верно Слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен. Ибо Себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. А непотребного пустословия удаляйся. Ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и Слово их, как рак, будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, «Познал Господь своих» и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Книга пророка Исаии Глава сорок первая Умолкните предо мною, острова, и народы, да, обновят свои силы, пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Господь первый, и в последних Я тот же. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату «Крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом кующего на наковальне, говоря о спайке «Хороша!» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты, мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе», говорит Господь и Искупитель твой святый Израилев. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым, ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Мякину, ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым». «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. «Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту, и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтоб увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие». «Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы – ничто, и дело ваше – ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать правду? Но никто не сказал. Никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого. И между ними не нашлось советника, чтоб я мог спросить их, и они дали ответ. Вот, все они – ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, и стуканы – их. Книга пророка Исаии, глава 42. Вторая. Вот отрак мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопьет, и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерши землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в правду и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте, Господу, новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие Его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар, да торжествуют, живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браний, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот, что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканом, «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, «Отдай назад!» Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его? И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...